Всем привет! Меня зовут Сударикова Елена. Я работаю в Дароновском музее. Я антрополог по специальности. На детском канале я еще не выступала, но мне очень приятно, что меня сюда пригласили. Вопрос, на который меня призвали ответить, скорую антропологическую помощь, задала Евгения Дружинина. Здравствуйте, моя дочь Арина, 10 лет интересуется. Почему у людей волосы на голове отрастают очень длинными, а шерсти животных нет? Какое преимущество давали длинные волосы на голове в процессе эволюции? С человеческой шкурой вообще очень интересная история. Мы являемся одним из видов обезьян, то есть мы от них произошли, мы являемся в современной систематике, в современной картине мира одним из видов. У нас шкура организована принципиально так же, как у других человекообразных обезьян, горилл, шимпанзе, орангутанов. У нас примерно 5 миллионов волосяных фолликулов. При этом сами волоски более короткие и более тонкие. То есть они такие же, но они не развиваются такими длинными и жёсткими, как говорила шимпанзе, они становятся поменьше, но их столько же штук. А на днях я линять начал, старая шерсть с меня сыплется, хоть в дом не заходи, зато новая растёт, чистая, шелковистая, так что лохматость у меня повысилась. Но при этом если взять кусочек кожи человека, кусочек кожи обезьяны, легко отличить не только по длине волос и толщине, но ещё и потому, что у нас много потовых желёз. То есть волосы столько же, но сами не короткие, а вот потеем мы гораздо лучше и жару тоже переносим лучше других обезьян. Это связано с тем, что ранние этапы эволюции человека были связаны с выходом из джунглей, жарких, тёмных и влажных, в саванну на открытое пространство, где печёт солнце очень много часов в день. И то, что мы хорошо потеем и то, что наши волосы короткие и более тонкие, это как раз адаптация к этому открытому пространству. То есть раньше солнечный удар нам не грозил в джунглях, как только он стал грозить, мы встали на две ноги, это было одним средством защиты от солнца, стали лучше потеть, это было другим средством защиты от солнца. Волосы, которые остались на голове, это третий способ защититься от солнца. То есть это волосяная шапка, которая у древних людей скорее всего довольно долго была курчавая и жёсткая. Сейчас у нас волосы будут мягкие, мы их регулярно расчесываем. Но если с волосами ничего не делать, они спутываются и между головой и краем волос образуется такая воздушная прослойка. Воздух плохо нагревается, это используется в термосах, чтобы тепло или холод не уходили. И у нас получается, что мозг оказывается в таком термосе, температура не может подняться слишком высоко. Солнце печёт голову, но всё-таки не так интенсивно, как если бы волос не было. То, что волосы остаются довольно много, то, что они сваливающиеся между собой, это, скорее всего, адаптация к тому древнему периоду открытому саваннам. С одной стороны. С другой стороны, почему у других обезьян такой нет? Ну, потому что они так и остались в джунглях. У них вообще эволюция не пошла так далеко, как наша, потому что они никогда радикально не меняли условия своей жизни. Наши предки жили в лесу много миллионов лет, 60 миллионов лет после вымирания динозавров, а потом сменили это пространство на открытое. Из-за того, что сильно поменялся климат, в лесу стала очень высокая конкуренция. Многие обезьян этого так и не сделали, поэтому далеко их эволюция не зашла. У них поменялся немножко строй общества, у них немножко изменилось поведение, но в принципе они не очень сильно изменили за эти несколько миллионов лет, что мы с вами вышли в саванну, сделали орудие труда и стали такими сложными и умными. Ну хорошо, про шкуру понятно, про волосы понятно, вопрос был длиннее волос. Дело в том, что у волоса есть определённый срок жизни, определённая тяжесть, находясь в которой он может выпасть. Это касается и волос на теле, и лестницы бровей, и волос на голове, то есть любой волос, у него есть свой некий срок жизни. Этот срок жизни определяется не длительностью, не тем, что он год отработал, всё, можно выпадать, а тяжестью, тем, что если он достаточно длинный, он сильно тянется из фолликула, то он может выпасть. И фолликул это основание волоса, оно живое, волос сам мёртвый, а основание у волоса живое. Фолликула может дать новый волос. Исследования показывают, хотя мы не знаем эту тему досконально, идеально, что просто фолликулы на голове держат гораздо больший вес, чем остальные фолликулы на теле. То есть у них немножко другой набор генов, который позволяет им выдерживать вес волоса, довольно длинный. Но и то многим людям на Земле, скорее всего для древних людей, это было не очень актуально. Потому что, как мы знаем, в африканских регионах волосы часто растут довольно курчавыми, жёсткими, и они вырастают очень длинными. То есть если очень курчавую жителя Африки намочить, у него, конечно, волосы распутаются, но у них максимальная будет длина какая-нибудь вот такая, а то и короче. Короткий волос, который сидит таким жёстким завитком. И этих завитков хватает для защиты головы, больше в принципе не надо. Но после того, как люди начали расселяться по миру, такие жёсткие курчавые волосы оказались, с одной стороны, довольно затратными, с другой стороны, не очень применимыми. И, скорее всего, здесь включились вопросы терморегуляции, что шёл отбор на тех, у кого волосы были длиннее, образовывали более тёплую шапку, могли послужить не только в жаркий период года, но и в холодный период года. И появились люди, у которых волосы, как у нас с вами, держат длину до 70 см, до метра. Это что, волосы? То есть бывают девушки, наверное, юноши иногда тоже, которые отращивают очень длинные волосы. Этот волос, у него тоже есть срок жизни, то есть под своим весом он всё равно выпадет. И у каждого человека есть лимит, до какого-то момента волосы дорастают, дальше они расти не будут. Нет такого, что можно отрастить любому человеку волосы 3 метра длиной. Это очень редкие люди, у кого есть возможность расти длиннющую косу. Обычно, и многие женщины не дадут мне соврать, она дорастает до середины спины, до пояса и дальше уже не растёт. То есть за ней можно ухаживать, но длиннее она не станет. То есть на ранних этапах нам нужны были короткие волосы, а для того, чтобы защититься от солнца, на более поздних этапах при расселении по Евразии, по более холодным странам, волосы пригодились и для того, чтобы согреваться тоже. Надеюсь, я ответил на наш вопрос. Если у вас есть ещё какие-то вопросы по антропологии, вы можете их задать. Я рано или поздно постараюсь на них ответить или кто-то из моих коллег, если это будет тема, в которой я не разбираюсь. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...